Радио 54 Какой-то помощи Со стороны руководителей Учебных заведений Ну и так далее Всяких высокопоставленных лиц и все прочее Может быть просто отсутствие желания Не знаю Желание точно есть И с юмором все в порядке С юмором у них точно все хорошо А вот по поводу помощи Нас очень активно слушает область Новосибирская Может быть какие-то рекомендации дать ребятам Которые просто не знают как ее просить Ну для начала нужно просто зайти Например в контакт в нашу группу КВН Сибирь И сказать мы вот такая-то команда Из такого-то города Новосибирской области Или из такого-то поселка Или из такого-то учебного заведения И мы очень хотим все-таки играть А дальше мы с ними свяжемся И расскажем что им нужно делать Ну так то есть только желание продемонстрировать Конечно потому что мы найдем способ Как командам попасть в игровой сезон А нужно просто сообщить о себе Ну конечно Или какую-то дему отправить там Давайте для начала хотя бы просто познакомимся То есть для начала просто заявим о том Что мы есть мы готовы мы хотим Если есть желание все остальное преодолим Хорошо а сколько всего команд Вот заявлено на новый сезон Ой очень много Но смотря на какую из лиг Вот на новую А давайте все вместе Ну давайте все в кучу нельзя Будем делить отдельно мухи Отдельно котлеты Вот это лига которая Ну как бы младшая лига Next Да next Там у нас порядка 25 команд заявлено Ну это ничего себе Это много мало просто Слушайте это очень хорошо Это очень хорошо Это очень хорошо Да я вас уверяю Есть много лиг в городе И в других городах И центральные лиги И всяких разных статусов Где играет 8, 10, 12 команд Ничего себе Конечно Вот А в Сибири пока еще у нас Не полностью укомплектован состав Потому что продолжается прием заявок Дело в том что команды Которые съездили в Сочи на фестиваль Со всей России нашей И не только Они сейчас находятся в стадии Такого самоопределения И каждый день нам прибавляет Как правило Команды в сезон А самоопределение Что вы имеете ввиду? То есть им в Сочи понравилось И думают стоит ли продолжить дальше? А вам бы не понравилось в Сочи? Кто туда не хочет? Если честно Я был в Сочи Мне там очень не понравилось Все регионы Посматривают в сторону Топ Смотрите Я не только ВН сейчас Я просто в Сочи Летом я тоже Сочи не люблю Но когда вы туда приезжаете зимой Из наших минус 30 В их плюс 20 Ты сразу начинаешь любить Вот Это Но дело в том Что там же происходит Такой большой КВНовский слет Конечно Ну точно Это не Сочи Это просто КВН Конечно Это атмосфера Да 500 команд Вот они все между собой Я даже себе представить Такое не могу 500 команд Это ужас Наталья знает просто о чем говорит Она изнутри процесса Приз этого сезона же тоже Да Поездка на КВН Ну конечно И в Сибири И в Нексте У нас заявлены призы Спасибо Комитет по делам молодежи Мэрии города Новосибирска Победители и той и другой лиги Они будут Отправлены в Сочи Зимой Зимой Но для них Это самый важный Сочинский сезон Естественно Конечно И кстати Очень успешно Наши команды Из Новосибирска В этом году Съездили в Сочи Команда Я обиделась НГУ Это высшая лига Смотрите их Команда Новосиб Это сборная команда Новосибирская Они в премьер лиге Команда КВН Столик Это между прочим Чулым Если что Да ладно Чулы Ну скажем так Выходцы из Чулым Да Вот они В первой лиге И команда Всегда окажется Это педуниверситет Они В международной лиге Это четыре Самые высокие лиги Системы Амика Да-да-да Вот То есть мы такие Ну так наверное Нельзя говорить Мы каре собрали Главное Чтобы не перебор Вот именно Сейчас Помнить Хода И мы видим Это как зрители Ведется Многими командами КВН К примеру Когда собирается Какая-то новая история Как мы сейчас призываем Сделать в Новосибирской области Пытаются собрать Женскую команду Команду Там Людей Которые занимаются Физкультурой Активно мы такие команды Видели Что сейчас Вы бы могли Порекомендовать Новым командам В какую сторону щупать Наташ Вы знаете об этом точно Вот эти Вы понимаете Сейчас о чем я говорю Да Какие Это называется Концепт команды Концепт команды Да Когда Наташа Понимает А когда команда Позиционирует себя четким Определенным Очень однозначным способом В какую-то сторону Может быть порекомендуете Пойти В какую-то свежую Чего еще не пробовало Большинство Или не надо Экспериментировать А делать То что принято По каким-то Классическим шагам КВНовским Ну это такой вопрос Очень интимный Согласна Потому что Все зависит От людей Которые объединились В эту команду И в зависимости От их интересов В зависимости От их Даже кругозора И даже образования И даже Ну Каких-то физических данных Вот этот концепт И рождается Вот если собрались Одни девчонки Ну я обидела же Совершенно прекрасно Ну можно застрелиться Но она будет Женская команда Мужской юмор Там не прокатит В общем Да Но вот кстати Я обиделась У них в этом году Апгрейд И апгрейд Очень удачный К ним присоединился Александр Шнайдер Это команда КВН Экскурсия по городу Лидер этой команды И Очень хорошее Получилось Такое вот Творение Ну в крайнем случае В Сочи Это стрельнуло И было Безумно смешно А кто сейчас Редакторы наши? У нас Редакторы Великие люди В Сибири Я прям Еще раз повторю Очень великий Редактор Вот просто Гугл вам в помощь Забивайте Аркадий Дьяченко Он же дед Команда КВН ХАИ Это великий человек Один из лучших Редакторов Вот В свое время На юбилей КВН Были подарены Такие специальные Знаки Золотые с бриллиантами Их всего три И вот знак номер один Подарен Как раз Аркадий Дьяченко А Евгений Куратов Пишет еще или уже все? Ну это НГУ Это отдельная история Ну кстати В НГУ Сейчас был Вот всплеск Такой ренессанс КВН Но сейчас как-то А как разучит Ренессанс КВН Ну еще и Ярошевский Илья Ярошевский Сибири И третий редактор У нас Он же ведущий Это команда КВН Сердце Сибири Егор Канцев Премьер-лига Хороший редактор Это что за понятие такое? Ой Хороший редактор Это когда Это когда хорошие команды Ну да То есть в итоге В результате мы видим То что потрудился Конечно слава Нет Редактора конечно Редактора конечно Ну сколько это процентов Несут огромную Несут огромную нагрузку Потому что Они способны Мотивировать команду С другой стороны Они способны Дать понять Что вам нечего Делать больше в КВН Они могут Помочь команде Творить Могут Направить А самое главное У них есть вкус К юмору И у них есть четкое понимание Что смешно Что не смешно Это вот от природы Ну так это главное Я всегда считал Что сыграть шутку Может любой А вот придумать Написать ее Это дано далеко не всем Это да Но вы когда видите Что ребятам в КВН Действительно делать нечего И абсолютно искренне Чувствуете это сердцем Сложно Озвучивать Такое Такое отношение Ну вернее В позицию Да Вашу Или вы сделаете Это очень прямолинейно Дабы конечно Ребятам было потом легче Потому что они будут Реализовываться В каких-то других местах Слушайте Так не бывает Не бывает Потому что Очень часто Приходит команда Абсолютно никакая Они Даже микрофон Не умеют держать в руках Не говоря уж о том Что писать какой-то юмор А потом они играют Они развиваются Они начинают Чувствовать вкус Причем вкус Даже наверное Не к написанию А к тому Ощущению На сцене Когда ты выходишь И зал твой И вот Когда человек Хоть один раз Это почувствовал Он начинает К этому стремиться И у меня есть примеры Команд Которые были В своем первом сезоне Абсолютно неадекватные И тем не менее Они достигли И высшей лиги И очень успешными Стали Я только не понимаю Вот эти неадекватные команды Вы для чего берете Чисто поржать? Слушайте Ну каждый человек Имеет право На шанс Конечно А то есть там Отбор Кого не существует? Почему? Он безусловно существует Отбор Но В моем понимании Просто неадекватная команда Это вот Набор некий Из людей Там студентов Я не знаю Рабочих Которые пришли И фактически Продемонстрировать Ничего не смогли Но их тем не менее Все равно Взяли Первый раз не смогли А потом Смотри Кредит доверия Все таки существует Это же видно сразу Но если у человека Горят глаза Если он хочет У него рано или поздно Все равно получится Ну это просто Вы уже достигли Такого уровня Когда можете Вот так на взгляд Определить Есть потенциал А если они пришли Дурака повалять Они не придут В следующий раз Потому что Это же бесконечно Нужно ходить на редактуры Нужно репетировать Нужно собираться И писать материал Нужно Посвящать этому Огромное количество Времени Первое Областное радио